Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Александр Дени Абель де Пюжоль, французский живописец исторического жанра. Родился в Валенсиене 30 января 1785 года. Являлся внебрачным сыном аристократа и элиста Александра Дени Жозефа Пюжоли де Мортри, барона де Лаграво. В юности носил фамилию Абель Александра Дени Абель, так как отец отказывался признать его своим сыном. Однако, когда молодой художник получил престижную римскую премию, его отец поменял свою позицию и в 1811 году узаконил сына. После чего тот стал именоваться Александр Дени Абель де Пюжоль. Учился живописец в Академии Валенсиена, затем в Париже в школе изящных искусств мастерской Давида, основным положением которого оставался верен до конца. Первым учителем Абели в Академии являлся Жак Франсуа, который оказал значительное влияние на художественные способности юнош. В 1811 году ему была присуждена римская премия, известная в то время во Франции награда в области искусств. Многие парижские церкви, Версальская картинная галерея, городские музеи, Валансиене, Рене и Лиле имели в своих коллекциях его работы. Главным произведением Александра Пюжоля принадлежит фреска в часовне Святого Роха в церкви Сен-Сюльпис, стена и плафонная живопись лестничной отделки в Лувре, которая была уничтожена в 1856 году. 22 картины в галерее Дианы, в замке Фонтебло, среди его известных учеников были Александр Габриэль Декан и Гюстаф Ашиль Гио. Умер художник 29 сентября 1861 года в Париже в возрасте 76 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о французском живописце, живописце исторического жанра Александр Дени Абель де Пюжо. Пока-пока, до свидания.